Зима, решив наверстать упущенное, высыпала на Подмосковье месячную норму снега. Такого не было в столичном регионе полвека. В итоге, утром в четверг, автовладельцы отыскивали под сугробами свои машины. А коммунальным службам пришлось мобилизовать силы для уборки дорог. Порядка 20 единиц техники, по словам директора ДРСУ Анатолия Дончука, задействованы в борьбе со стихией. Центральные улицы убрали быстро. Передраться не к чему. Но есть к кому. К тем, кто определил для себя в качестве длительной стоянки крайний правый ряд дороги. Тем самым мешая проезду снегочистильной техники. И все же поставить удовлетворительную оценку мешает увиденное во дворах и на окраинных улицах. Я живу на строительной, там вообще не в числе вообще всю зиму. Но сегодня только первый раз снег выпал. Ну, вот за вот сколько два дня снег идет, ни разу дворник вообще не видели. Я понимаю, что снег падает сильный, поэтому трудно людям. Где хуже ходить? Во дворах. Во дворах хуже. Не справляется. Вы автомобилист или нет? Нет. Нет, пешком ходите. Хорошо, что автомобилей нет. Потому что я ремонтом займя, тут постоянно буду опаздываться в такой погоде. Переулок Пионерский. Дворники здесь, видимо, вымерли вместе с пионерами. И все-таки одного дворника нам удалось найти. Молодой человек, представившийся с Жорой, искусно управлял снегоуборочной машиной. В 5 утра я. Даже не обеду все. Сколько почистили? Ну, где-то 5-6 дома. Там длиннее, дорога была, тротуар все там. Самой нечищенной оказалась проезжая часть улицы Садовой. А ведь здесь расположен центр соцобслуживания «Вера», который посещают пожилые люди и инвалиды. Очистили от снега лишь тротуар. Валентина Антоновна, живущая по соседству с центром, с утра вооружилась лопатой. Собственный двор чистила. Сложно, тяжело. Тем более я женщина. Ладно бы мужчина чистила. Конечно, тяжеловато. Ну, надо, надо немножко. Возвращаясь в телестудию, мы обнаружили целый десант людей в оранжевых жилетах с лопатами и сразу несколько единиц уборочной техники. И где же? На площади у администрации. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.